С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Man of Medan The Dark Pictures. Приступаем к игре, у нас с вами сюжет закручивается, не играйте в одиночку. Что? А как нам просто продолжить? Одиночная игра? А продолжить, все хорошо, я уж испугался. А как можно в эту игру играть не в одиночку? То есть это что, через консоли разные, то есть по сети именно со всем миром я могу играть или я могу играть с одной консоли? За нескольких людей. Может быть Олю припрести к этому? Что думаете? Мы с вами остановились, да, мы все всплыли. А самолет реально целый? Как и ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты. Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском и вокруг рыбы, водоросли и акулы. Акулы? Простая рифовая. А-а-а. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может подумал. Хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Что-то не так? Серьезность. Алекс, ты для меня открытая книга с большими буквами. Поэтому я вижу, когда что-то не так. Выкладывай. Все нормально, правда. Да не ври. Говори давай, с чего раскис. Джулия, а ты счастлива? А, ну да. Ну, да, конечно. Почему спрашиваешь? Но я... я просто волнуюсь о нашем будущем. И все. Что дальше? Ненавижу. Ненавижу эти разговоры. Да боже мой. Будь мужиком, блин. Не говори об этой фигне. Делай, что хочешь. А... Я думаю, дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь. Вместе. Нет. Ведь я играю за вас, ребят. Вы умрете. Ты лучше, что со мной слышно. Ага, ага, ага. Эм... Ну, давайте. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Алекс. Когда они не ведут себя как... Тупые подростки, они по-моему себя обычно люди. А, куда все делись? Пойду гляну. А ты тут, подожди. Отношения обновлены. Ага. А с Алексом вообще отлично. С Флис по нулям. Кстати говоря, стоп. Вы просили сделать субтитры, да, побольше? Значит, яркость, звук, язык. Русский. А тут вообще можно сделать? Ребят, вы что-то нагнали. Здесь невозможно сделать их больше. Но можно включить задний фон, чтобы они отделялись. Брат, или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Бессмысленный фон, если честно. И где же... Ну... Волшебные врата. Уймись уже. Прошу прощения за брата. Аммм... Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя, как пацан озабочен. Не страшно. Пацанам у права найду. Понрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Что же произойдет в итоге? Ну... По идее, мы должны попасть на тот корабль, который нам показывали вначале. Давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Единственное, что, мне кажется, я могу хитроумным способом увеличить субтитры на монтаже. Если они увеличились, то у меня получилось. Если нет, то нет. Что это? Ммм. Ничего нельзя нажать, да, к сожалению? А, стоп, что я нажал? А-а-а. Хо-хо-хо. Ну, что-нибудь мы должны увидеть. Что-нибудь новенькое. Стоп, назад. Нельзя. Хочу своими глазами увидеть. Эй, где планшет? Прости, я отвлеклась. Ничего. Блин. Пойдем его. Есть. Идем. Так нам мало времени дали. Коноран, вон, пиво тащил часами. Красотка. О, да. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Прикиньте, если на слово тигр заменило бы на другое слово, созвучное. Кто от этого откажется? Внимание. Зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Да. Назначение самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да. Он к кораблю летел. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из визеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. На фотках видно значок на трупе. Экипаж был с острова Конуэ. Самый центр Тихоокеанского театра военных действий. Так-то. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Давайте играть. Хорошую пайдевочку. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Но они все равно будут это делать, да. Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Потому что раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, знаю, но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. Поддержка, послушаем. Ну, давайте, да, послушаем. Интересно тоже. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом Мэйке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Бессила нарукнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Да. Так, крись. Я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот. Они идут наверх маяка. А там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю, как есть. Только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Топором. Ээээм. Жуть какая. Жуть какая. Хорошо. И... кто убийца а женщина это все мой муж потом на шкаф смотрит и он вон там ну конечно муж вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь тогда смотритель открывает и так и есть внутри человек и он глотку себе вскрыл смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезают и он кричит да блин да блин на меня подействовало нет 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 это было страшно я не ожидал как он так рожать сделал что за прикол звучало получше но сойдет ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать я прям под конец начал слушать по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву это что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 где что его видел в интернете на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво закон есть закон мэм а что хороший сайт рубишь фишку друг не я пас те ребят интересно вернуться в итоге на лодке эти стрёмные рыбаки они должны как-то себя проявить шторм да начинается на счет мы потерпим крушение он открыл это силой мысли призраке ли это те мужики как раз о которых я говорил успел ой как я успеваю и молодец я квадратик слева кружочек справа x внизу треугольник наверху окей нас всех связали да это они да конрад твою мать ты все испортил ты их обидел снять ленту кто пусть этот снимет ленту окей да ладно не так уж и больно чел вообще в трусах конрад вообще нету щетины надо снять ей ленту окей мне как-то знакомый рассказывал про такую такой метод пытки называется скетчуп когда берут очень клейкую ленту очень сильно крепкую туда супер острый соус наливают и вот так вот заклеивают через какое-то время у тебя так сильно все жжет блин она с ними заодно она с ними заодно сейчас они будут болтать окей она молодец она гибкая новости хорошая плохая да куда уж хуже то как не заметил что у всех там здесь быть рыбаки которых я взбесил отлично красота хорошая ну я их узнаю и что тут хорошего думал с этого пункта начать кожи ну ты и кретин что они с нами сделают изнасилуют скорее всего надо выбираться вот мы влипли блин ну надо давайте развязывать как они не заметили что мы без скотча на рту были просто забрали девку и все нельзя попросить девку елки зеленые я успел промахнулся с тобой потом разберусь конрад не даваем себя в обиду ну окей не знаю что здесь детка здесь никого кроме нас хорошо нет она видимо не развлечемся они пошел бы ты нахер дерьма кусок слышать вали это глупо сейчас просто да игра надо здесь давать на возможность нагрубить либо быть паинкой хорошо серьезность вот легка мысль ты умеешь обходиться с дамами что тебе надо уроды что это уходим слышно чего остынь так мой даже не знаю промолчим потом с ним разберемся особенности дайте посмотрим на особенности безрассудство нетерпение островами спокойствия секреты отец секреты летный план а это то что мы находим я я думаю что ты секреты персонажи а это просто секреты игры моральные принципы и так новая скоростной катер что это за а погодите вот теперь все меняется только для чего это нужно а я взял powerhead погружение джули открыла дверь она не знаю хорошо выглядит так а вот это просто решение которое мы приняли себе хорошо молишь откуда его кровь а точно ладно ладно это правильно что нам еще появилась нетерпение хитрость хитрость нельзя говорить людям которые те угрожают эй ты уже или там то все же надо быть умнее а я умен чертовски поэтому конрад благодари судьбу что я за тебя играю господи конрад мы же палимся что у нас руки не связаны кстати нет напряжение нет надеюсь в порядке нет не видел надеюсь он живой давай повернись руки не показывай как приведут джулию попробуем на них напрыгнуть уже спалился идут ой готовы к установке сорян любимая версия обновленная так что есть не сделали эти бандиты вообще не смотрит на то как ребята себя ведут они же ничего не трогали меня они спрашивали что выкуп сколько у них денег кстати ножницы это хорошее оружие правильно теперь будем ждать что они решат с нами делать нам повезло что это очень тупые грабители 8 секунд штурм в 8 милях у них был катер может его угнать нифига он умный да у них катер у головаря есть пистолет но кто-то может пробраться на катер дать сос я смогу пробраться если отвлечете их я залезу на катер чувак с пистолетом и не заметит пока я не уплыву 7 секунд я пролезу в окно только сначала надо его выбить слишком громко услышит мы дождемся удара грома отлично я вылезу в окно о это стиль побега шеушенка отвлеките их конрад ты смотри в оба и двигай на катер ладно 7 секунд надо будет отсчитывать скорее всего 1 миссисипи 2 миссисипи 3 миссисипи 4 миссиси 1 2 3 так ой ой я думаю что вы должны приступить или там активист просто засрал все свои начинания ладно и благо это никак не повлияло а стоп 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 да гитар хироу иди-ка ты в жопу тони давай что это нож так я не знаю что делать но нож пригодится а а я не я думал просто схватит нож сборище дилетантов флис я справлюсь доверься мне я не не думал что они блин что он побежит туда что ты делаешь идиот тише не сделай хуже лучи не крутые пацаны конрад давай мы можем их побить он хочет меня убить нет а то уловка упс упси нупси клацаем а мама черт я так напряжен ребят не думаем о том что они же могут пригрозить убить одного из нас ай-яй-яй слушай ну это было очень быстро все конрад сдох да ладно вот так вот вот как бывает у меня такие надежды на конрада были слушайте но увернуться от пули и когда вот так никто не знал никто бы из вас не успел ну может быть кто то из вас я я не виноват блин все пошло не так хорошо все манпадо стоп румля уж теме манпанда лагер олксон сюда и кто из вас мне расскажет про это манджурское золото прости прости конрад прости конрад ну тогда мы убьем одного из ваших раз ты такой уехал да надо было об этом тоже подумать изначально кони в порядке так заткнулись живо так мы просто разговаривали мы просто разговаривали говорили говорите тихо я скажу флис в этом замешана она с ними плавает в одних водах так она тут капитан а ее не тронули слила им про маньчжурское золото они в сковоре я думаю да как ты смеешь а ты с ума сошел как тебе в голову эта хрень пришла как ты только смеешь мажор чертов вы все за одно это ловушка и ты нас подставила рот закрой ой блин тихо все мы ты со мной ну ладно с одной стороны они могут к ней придираться потому что она капитан ну узнай сколько пройдется шторм но только давай без глупостей а то сильно пожалеешь ясно дюков милан запрашивает сводку погоды прием а о эй эй я просто хочу про шторм узнать дадите информацию а то она скут потряхивает прием С востока идет большой шнур. Он вас сильно зацепит, но в ничьи не часу должен уйти. Все в порядке, Дюк. Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает ни погоды. Да, да, все нормально. Нет, все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Вообще, они, по идее, могли изначально договориться о каком-то позывном сигнале. Ой, успел. Ой, успел. О каких-то словах, которые будут являться вроде бы выполнением требований этих уродов, но в то же время и сигналом о помощи. Выпьем на берегу, например. Они же знают эти воды, они знают, какие могут быть здесь опасности. Я бы так сделал. Я бы изначально договорился бы об этом. Что за фигня? Ты пошел с волной ножом сражаться? Ой, нас затапливает. Помочь! Таким образом, нам будет доверять побольше. Хотим помочь. Я не верю, что Конрад сдох. Ну, не может быть. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Да, погромче скажи, что тут есть еще и Брэд. Он может помочь. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Они в одной комнате сидят все вообще-то. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Мой гад. Так, мотивация, сдержанность, невинность, обман. Окей, хорошо. Только две картины пока. О-о-о-о, блин. Меня очень сильно пугают огромные объекты, которые появляются. Знаете, проявляются из темноты. О-о-о. О-о-о. Ёлки зелёные. Да, Конрад, ты сдох, да? Не сдох. Не смей мне говорить, что Конрад сдох. Нет, Конрад сдох, кажется. Что ж, вот и наша первая жертва. Это был смелый шаг. Глупый, но смелый. Я старался, как мог. По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? О-о-о. Нет, я не хочу знать, что будет. Справитесь сами. Независимость. Дивно. Возможно, глупо. Скоро мы это выясним. Теперь, когда напряжение достигло определённой высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чём дело. всё совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. То есть, он не сдох всё-таки, может быть, да? Ой, молчите. Нет, не надо знать, что будет впереди. Зачем спойлеры? Гораздо интереснее вот идти и быть вот здесь и сейчас. Могусь, вы любите гайды прочитать сразу сходу, чтобы играть как профессионал, но круче всего учиться. Подлагивает игра, да? Странно. У вас есть новые подписчики. Чем вы сейчас погадаешь? Интересно, эти ребята тоже будут персонажами. игроки. Могусь. И униура. Господи. Окей, идем Мы кем играем, кстати говоря? Ага, все еще флис А что за особая способность открыта? Нету О, смотрите, мы можем башкой двигать Осматривать все Прикольно Стоп Секундочку, тут что-то на столе Я возьму Злодей Кстати, злодей Не дал нам почитать Весь этот корабль Плавучая могила Ой, нету ножа Секундочку, тут что-то на столе Окей Страсти накаляются Куда мы должны идти? Сюда Я помню эти места Я не подписывалась на этот ужас На что она подписывалась? Что-то эти ребята совсем за нами не следят Да мы уже просто гуляем как хотим Скорее Давай, вернись Миллер Мы не можем посмотреть Что это? А что это? Что они ищут? Что ты ищешь? Может тебе помочь? Вот будет забавно Если она все-таки с ними заодно Очень похоже на то на самом деле Олсен Ты а не портиси Ланна Вильси Марш в каиут Эй Тут совсем темно Дай фонарик Спасибо Как великодушно Внезапно Черт возьми Что это за место? Эээ Нужно действовать Манчжурское золото Оно должно быть связано с манчжурским золотом Мы недалеко от тех координат Может этот корабль вез золото? Вполне возможно Нельзя просто сидеть Нужен план Конни найдет помощь Надо ждать Они же не знают, да? Ему нужны новые координаты Нужно вызвать береговую охрану, но не с Дюка Надо найти рацию на корабле Волнуюсь за Конрада Он же пулю поймал, когда мы сбегали Он в норме Будет в норме Ну Что там с Дюком? Я видел, что бандит заброшил сняты Крышку трамблера Это важная деталь Без нее Дюков Милан не поплывет Надо ее вернуть Пока они ищут манчжурское золото Или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу Нам надо придумать, как отсюда свалить Плес Я хотел сказать Я, наверное, все неправильно понял Не поняла В общем, я Несколько Поторопился с выводами Решил, что Все еще думаю С этими уродами Или там Но я Дураку Ясно, что это не так Они обошлись с тобой ничуть не лучше Так что Хочешь переведу? Он извиняется Ну, я У нас были координаты Манчжурского золота Эти челы приплыли конкретно к нам Откуда они могли знать И почему они приплыли И спросили Про это манчжурское золото По-моему, все напрашивается Выводы Мисс Дж Ривера Локу Драйв Привет, куколка Я так по тебе скучаю Мне еще три месяца до отпуска И я сразу же отправляюсь Прямиком в твои объятия Три месяца Я был с ребятами в увольнении на берег Выпил там немножко пива Но ты не волнуйся Я думаю только о тебе Если понимаешь, о чем я Как-то в работа Надеюсь, твой босс тебя не донимает Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться Но все, все равно жаль Что я так далеко И не могу тебя защитить Этот парень Миллер Он был сильно напуган Пока я стою в карауле в тюрьмах Только и дело, что разбышляю Внизу темно и страшно Другие парни видели Как вокруг кто-то бродит Но ты всегда в моем сердце Бережешь меня Скоро я приеду Найду работу механиком И тогда мы сможем пожениться И завести двоих детей Мы будем счастливы вместе вечно Очень люблю тебя Целую, Миллер Стук Картина Это же самое важное Здесь смотреть СС На что я должен обратить внимание Я вижу только, что табличка Она сломана Что это? Очки Это Очень странно Почему? Я пока не понимаю Ромка Ромка Ай, как хорошо Молодец Сейчас Только Секунду Вот стул Ой А, нет Тут не стул Это Интересно Почему все бросили корабль? Я попробую Как это снять Жестокое убийство 47-го года Археологи пропали в Ираке 24 британских археолога Пропали без безвести в Ираке В горах Загрос Экспедиция Ходжсона Прибыла в королевство В сентябре прошлого года Для поиска И здесь невозможно Еще прочитать Манджурского золота Нет Ничего тут неинтересно Сейчас мне Раскорочено Мы можем взять фонарик? Нет? Нет Олсен, мы должны были их просто ограбить. Думаю, надо будет озвучивать. А теперь застряли на этом ржавом корабле, пропавшем смертью. И еще, с заключенными? Как-то все далеко зашло. Заткались! Заткались! Опа! Я ваш капитан. Вот ослушайтесь моих приказов. Я просто подумал, что если для вас титры маловаты, то мне лучше их озвучивать. Не-не-не-не. Я вот думаю, взять очки. Может быть, тут есть что-то, что мы могли бы использовать как отверточку? Нет? Давайте вот сначала, может быть, осмотрим решетку, и только потом попробуем взять эти очки. Отойди. Что там? Не могу открыть. Сюда. Ну, а что здесь? Может, вскрыть и выбраться? Это выход. Возможно, путь заблокирован. Я не знаю, в каком корабле состояние. Может, с палубы нет выхода. Предлагаешь стену пробить? Да, давай. Ты же такой крутой. Кому-то надо их отвлечь. Будет шумно. Погодите. Может, подопрем дверь изнутри? Хм. Действительно. Подпереть. Что-то... Погоди, погоди. Погоди. Йод. Мы же не подперли еще. Поможет мне кто-нибудь. Они такие тупые. Кстати, а дверь-то открывается в какую сторону? Вообще-то можно было еще и ту консоль пододвинуть. Актерская игра. Да, блин! Игра! Сначала ты показываешь, что это типа как просто X надо нажать. Я и нажимаю. Нельзя было сначала шкалу мне показать. Я понял такое. А, ясно. Ну что, оторвались? Все, да. Она все равно с ними заодно. Круто. У нас и фонарь, и лампа. Надо оружие найти с ручняком. Это приоритет. Тут же есть оружие, это же военный корабль. Я про зачет на огнестрел. Может, это всех и распугало? Блин! Я взрослею. Это видно. Раньше я бы так въезжал сейчас. Здесь ничего нету. Пак. Ладненько. Куда идти? А, наша сестра уже вообще свалила. Давай, иди, иди. Как, кстати... Я подзабыл немного, как ускорять персонажа. Так странно, что они все просто исчезли. Они как будто испарились, внезапно бросили все, что делали. Так же не бывает. Да. Стоп, там свет мигает. Что за? Черт. Погодите, но он же двигается Он же, блин, двигается Мужик Он двигается А почему я никак на это не реагирую? Сейчас, погодите Он, блин, двигается Мол, это вообще нормально, да, для него? Алекс Охренеть Так Милая Эля, я направляюсь домой Я, наконец-то, направляюсь домой Мы услышали об этом еще несколько дней назад Но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе Вот и все, радость моя Последний поход через Тихий океан И я снова буду с тобой и девочками Скорее бы вас всех увидеть Скажи Джилл и Нэнси Пусть радуются Уже скоро приедет папа И у него для всех вас подарки Я перед отплытием сходил на рынок Купил там разные отличные вещи Которых у вас не достать Я очень рад Сейчас я думаю Что снова в море На суше Тут жарче Чем в Оклахоме летом И спрятаться от жары некуда У меня все нормально Я ведь получаю твои письма Они придают мне сил А вот некоторым ребятам приходится туго Вы помните Винтерса из Сталса? Мне кажется, бедолага уже спятил от долгого похода Его надо было отправить домой, но Он не набрал очков для демобилизации Я знаю Действительно пугает меня Он продолжает говорить мне Что на корабле есть маленький мальчик Который каждый раз ведет его в трюм А потом убегает Зайца у нас тут быть не может Сейчас, когда война закончилась Наш оперотдел бдит как никогда Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура Но все же Вот до чего может довести человека Такая служба на железе Мне пора, милая Снаружи какие-то беспорядки Обычно это значит, что в ближайшее время Я буду сильно занят Скоро напишу тебе еще Целую, Роберт Черт, а дальше-то что? С мужиком было супер стремно Может, Конрад добрался? Когда надо Он может быть очень находчив Это не ответ Тогда Да Думаю, добрался Ммм, класс Нет, он нашел смерть, кажется Однако 50% что он жив Все-таки Нет 70 Я не хочу выяснять Надо идти Нет Нет Я больше так не могу Джулия Нет, нет, нет Не пойду Не пойду Джулия Да что такое? Пойдем Прошу Прошу, Джулия Ты внезапно начала паниковать Только что было нормально все Да Блин, эти коридоры Они такие одинаковые Может, они прячутся в трюме Хотят устроить нам сюрприз? Как? Как активировать? Почему? Работай Ага Что это? Череп крыса Держи себя Спокойно Ладно Несмотря ни на что Игра заставляет тебя всерьез воспринимать То есть я начинаю потихоньку В очко уходить В очко Когда Евгений уходит в него Значит Будет Апсирушки Что за книжка? Без картинок совсем Четверг 12 Капитан запретил пить Аж до конца плавания На трезвую голову Сразу понятно До чего на корабле тихо Ну там подрались Эти два дебила Уилсон и Андерсон В гавани Но Феррис Сразу все пресек И с тех пор Тут тихо Как в церкви Побалакал с парнем Который помогал Грузить на корабль Он сказал Что среди прочего Там была куча гробов Ну и че вроде Ну и че вроде как Он Но он сказал Что там Один малый следил Чтобы все гробы Грузили строго В один отсек Что Чтобы только так О простых вояках Так не заботятся Я вот теперь думаю Кто мог в тех ящиках быть Пятница 13 Угу Проклятое число Перес сказал Один из ребят Наделал Самогон из припасов Которые они натырили В 6 часов Надо с ними встретиться Заценить чего там Самогон получился фигня Перес сказал Что за 4 кружки Окосел Но я сказал Что он гонит Это ж просто Мутная водичка Суббота 14 Я услышал Как один малый Говорил что смог Посмотреть на эти ящики Надо его найти Узнать что он видел Может и мне Поможет Поглядеть Все заметано Он уверен Что сможет меня провести Сегодня ночью Мы туда Посмотрим Что надо нажать Или Право Или что А Понял Воскресенье 15 Все обломалось Малый который Хотел мне помочь Слег в лазарет Дог Финли Думает что он С С Сачкует Думаю скучает Сачкует Может так оно и есть Но Миллер Говорит другое Мол с тем местом Что-то неладное Не знаю о чем это Но он Тот еще тип Не хотелось бы Вместе с ним Влипнуть Я так скажу Сторонник 17 Перес говорит Ребята нагнали Еще самогона Если честно В лом идти И пробовать Но чем еще заниматься Новости Новая партия Вышла хуже Предыдущей Чтоб я еще раз Шел к этому Тупому Пересу Суббота 21 Его упокоили с честью Дядюшка Сэм Нас никогда не оставит Он сделает все Чтобы мы Все Погодите Что все Это все Это последняя страница Да Он не дописал Он не дописал Просто Окей Куда же мне Пойти Деть себя Сюда пойдем Неприятно Эти койки Когда на все Это смотришь Ты понимаешь Что тут люди Что-то делали А сейчас Это когда все Пусто Это выглядит страшно Корабль призрак Погодите Видение Ну-ка Показать еще раз Там был Конрад Сзади нее Там Конрад Он еще вернется Я так и знал Либо это просто Один ролик записали И все Куда нам Вот на выход Ну Алексу Видимо достанется Очень скоро Блин Блин Интересно Что с флисом сделали? Куда Что, стоит рискнуть? Её надо забрать. А видение? Это человек вообще очень добрый на вид. Не самая блестящая идея, так? Кстати, этот титр, Алекс, верхняя палуба, так и будет показываться? Так, кто здесь? Я тебя слышал! Кто? Кто здесь? Она жива. Не ори, я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору! Заткнись. Я хочу узнать, где остальные. Идём за ними. Не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Я справлюсь. Опа. Вот оно, это место. Об эту дверь будет бить, да? Чё ты понимаю, каким образом Конрад будет здесь? Может быть, он по координатам поедет? Что это? Слышал? Что? Не слышал. Да чё ты не слышал, когда слышал? Ну хотя это просто скрежет корабля. Он же на воде стоит. Мне кажется, было бы, знаете, ещё так прикольно, если бы чуть-чуть горизонт завалился бы. Это старый корабль. Погоди, мы здесь уже были. Да? А, по-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? Нет! Мы здесь не были. Ты просто видела это место. Эй! Сегодня по графику мясная запеканка. Ммм, вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Так, что-то тут есть какая-то важная информация? Что-то не особо вижу. Упси! Что это было? А это ещё что за место? Думаю, это правильный путь. Как ты можешь знать? С чего ты это взял? Погодите. Картина! Стой, Джул. Стой! Молчать. Что-то не так. Нет, стой. Погоди, заткнись. Картина. И всё время этот корабль. О, нет, Брэдди! Почему они никак не реагируют на это видение? Его могут пырнуть. Как же мы балимся. Наверное, просто крысы. Так. Соберись. Джулия, просто возьми себя в руки. Не смейся надо мной. Дебилка, что ли? Меня прям... О, ла-ля-ля-ля. Я бы вот не думал о призраках в этом месте. Я бы думал о том, что тут есть реальные люди с пистолетом. И с ножом. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развернуться? Мы всё это уже видели. Просто он похож. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Привидений не бывает. Привидений не бывает. Привидений? Здесь привидения? Да нет же. Их не было. Короче, все. Ты это знаешь? Я это знаю. А сами привидения в курсе? Как можно, блин, бояться привидений в таком ситуации? Неужели? Сейчас нас напугают. Двое? Вместе? Всё равно сопля держалась. Это вообще человек? А, это как сиамский близнец, да? Так, стоп. Надо закрыть. Закрыть. Хорошо. Особенности обновлены. Агрессия, спокойствие, хитрость, альтруизм. Ага. Погоди. Осквернять так осквернять. Тут имя написано. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Ты можешь идти быстрее. Прошу меня. А здесь есть табличка? Зачем забирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Зачем здесь цепи и замок? А этот? Он какой-то маленький. Похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда. Да, всё, идём. Что такое? Блин, ну мы должны на это посмотреть. Хороший приём был. Отвлечь на крысу. Чтобы я совсем расслабился. Хороший приём, спасибо. Нет, мы не ходим кругами. Просто здесь всё так похоже. Да, да, да. Есть. Я согласен. Оу. О, прям Silent Hill начинается какой-то. Откуда этот звук? Какой звук? Ого. Да здесь идеально чисто. А почему там темно теперь? Трупы лежат. Твою мать! Ой, они не такие, как я видел. Зачем, блин, трогать его? Но я это сделаю. Ведь можно. Такого хрена! Не трогай! Зачем к нему лезть? Оу. Она видит, что он изменился? Я не понимаю. Или только... Только Алекс это видит, да? Да уж, это совсем не безопасно. Чувак с кувалдой. Вот это заявочка на следующий видос. Да, ребят? И отличное место, чтобы закончить это видео. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось это видео, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы получать новые уведомления. О новых видосах, которые выходят у нас с вами здесь. Огромное всем спасибо еще раз. Не забывайте про все соцсети мои. Они будут все в описании. Ссылки на плейлисты с другими играми тоже будут в описании. И увидимся с вами очень скоро. Возможно, завтра. Возможно... Возможно, я уже стою за спиной у вас. Дешевый, дешевый скример, я знаю. Короче, увидимся скоро. С вами был Юджин. И всем пять!